Ураган 8 июля длился всего несколько минут, но до сих пор эти страшные мгновения хозяева не могут вспоминать спокойно. Эпицентр стихийного бедствия пришелся на Старобелово. В этом микрорайоне пострадало 92 дома. Причем некоторых владельцев после той страшной бури лишились кровли либо наполовину, либо полностью. В ряде домов даже пластиковые окна натиск урагана не выдержали. У семьи Молотковых, проживающих на улице Пушкина 40, с одного угла крыши полностью сорвало шифер. Семья владеет еще одним домом на той же улице, номер 30. В нем живут внуки Людмилы Николаевны. Этому дому досталось куда больше первого. С одной стороны крыши шифера не осталось совсем. Телевизионная антенна тоже не удержалась от сильных порывов ветра. Своими силами тут не справиться. Сразу после обращения хозяйки дома в территориальное управление, семье бесплатно выдали 18 листов шифера. Именно столько нужно было для двух крыш. Попросили, они прислали бригаду. Вот вчера была бригада, сделали нам крышу. Ну, сегодня там недоделки немножко мы поделаем, конечно. Ну, в общем, мы благодарим всех, кто нам помог. Очень довольны, конечно, этим. Хоть какая-то помощь вообще. А то бы, я не знаю, что бы делала с тем домом особенным. Аварийные бригады ведут работу по устранению последствий стихии весь световой день. К примеру, вчера они работали даже в дождливую погоду, говорит Людмила Николаевна. И если упавшие антенны и печные трубы можно поправить, а шифер заменить, как раз в этом существенную помощь оказывают власти, то как исправить то, что наделал град в огородах? Будет ли нынче урожай, спрашивают сами себя горожане. Ответ на этот вопрос не даст никто. Как говорится, вся надежда на Бога.